Добрый день, уважаемые зрители! Нам бы хотелось уделять больше внимания, больше времени обзорам сельскохозяйственной техники. И с этой целью мы сегодня приехали в компанию Кун. Мы хотим вас познакомить с новинкой. Новинка этого года это селка Космо М. С начала этого сезона она уже трудится на полях в России. И сегодня мы позадаем вопросы по поводу того, что это за агрегат продакт-менеджеру компании Кун Василию Лебедь. Василий, расскажите нам, пожалуйста, почему именно эту селку должен выбрать наш российский сельхозтоваропроизводитель? Евгения. Вы знаете, мне кажется, что инженеры компании Кун создали на самом деле очень простую машину, способную работать в неимоверных условиях. Какая бы ни была грязь, никакие бы ни были сложные условия, эта машина будет прекрасно выполнять свои задачи. Скажите, пожалуйста, какие культуры можно высевать при помощи данной селки? Вы знаете, у этой машины все-таки она сделана под междурядие 70 сантиметров. Соответственно, любую пропашную культуру, где предусмотрено междурядие 70 сантиметров, у нас в России принято с междурядием 70 сантиметров сеять кукурузу, подсолнечник. Иногда сеет соя с таким междурядием. Ну, а также, в принципе, какие-нибудь, я не знаю, экзотические культуры на сегодняшний момент, сорга, еще что-то. Также многие хозяйства тоже сеют. То есть тут вопрос какой? Все зависит от высевающего диска. То есть если культура, допустим, она подходит по диаметру высевающего, по диаметру отверстия высевающем диске, и если, допустим, количество отверстий будет на диске, будет обеспечивать нужную норму высева, соответственно, можно высевать любую культуру. Один из примеров, то есть вот у нас недалеко в Тамбовской области, подобная сеялка, тоже производство кун, ну, предыдущего поколения, сеет гречиху. Ну, там междурядие 45. То есть это вот пример такой, что если клиенту подходит... 70 сантиметров. Междурядие, да, и он может сеять любую культуру. Скажите, пожалуйста, агрегатируется с чем она? Вот эта машина была создана специально для тракторов небольшой мощности. Ну, соответственно, если трактор небольшой... МТЗ возьмет? МТЗ возьмет прицепную. Если мы говорим о МТЗ-82, будет работать спокойно с такой же точно 8-рядной сеялкой, но в прицепном варианте. То есть их два варианта, получается, есть? Да. Вот навесные сеялки, они больше подходят для МТЗ-1221, или у нас сейчас очень много тракторов от иностранных производителей мощностью от 100 до 120 лошадиных сил. Ну, понимаете, эти трактора, они с четырехцилиндровыми моторами. Как сказать, они не способны поднимать, они поднимают большую массу. И, соответственно, вот сеялки, которые были до Космо, вот, они были довольно-таки тяжелыми для таких тракторов. А вот наши инженеры, они, можно сказать, что на нас на славу потрудились и получили очень продуктивную машину, которая имеет небольшую массу. А скажите, пожалуйста, вы сказали о том, что она может работать в сложных условиях. Ну, сложные условия, как правило, то что? Мы же сеем, соответственно, у нас влажные почвы, скорее всего, да? Да, у нас все пропашные культуры сеются когда? Весной. Весной у нас основные проблемы с переувлажнением почвы. Это первое. Второе. Все-таки, как бы мы ни говорили о новых технологиях, о минимальной технологии, о нулевой технологии, но абсолютное большинство наших аграриев работает по традиционной технологии. И тут вопрос становится, можно сказать, усложняет работу традиционных сеялок. Все мы знаем, традиционная пропашная сеялка, она характеризуется анкерным сошняком. Соответственно, у нас много хозяйств, которые работают по традиционной технологии, но, допустим, по той или иной причине, допустим, производят основную обработку не отвальным плугом, а применяют безотвальную спашку. Соответственно, безотвальная спашка, она чем характеризуется? Наличием определенного количества пожненных остатков сверху. И, соответственно, если вы будете работать анкерной сеялкой, то что происходит? На анкере будет собираться солома, если это будет какая-то зерновая культура. А солома во влажных условиях, она что? Она представляет из себя как арматуру, которая на себя набирает уже почву. И, соответственно, вот уже такой материал, усиленный соломой, его достаточно сложно стряхнуть с анкерного сошняка. И, соответственно, со временем, что у вас происходит? У вас начинает очень широко разрастаться вот пассивная борозда. И она разрастается до такой степени, что закрывающие колеса уже не в состоянии просто-напросто закрыть пассивную ложь. И, соответственно, как бы, ну, сев надо останавливать, чистить сеялку. И... Ну, скорость работает в первую очередь. Да, это в первую очередь влияет на производительность. А у нас весной, я не знаю, для любой культуры все-таки важны сроки посева. Соответственно, мы должны очень быстро отсеяться. Что характеризует именно работу во влажных условиях? Это наличие очень таких жестких чистиков. Даже если будет вот очень липкая грязь налипать, вот, знаете, вот на многих, на многие селки, посмотришь, что у них там вот чистики фактически из жести сделаны. То есть вот если налипает много грязи, а еще там вдруг пожненные остатки попадаются, то эти чистики просто заворачивают, они перестают работать. Вот посмотрите, вот здесь вот, что мы сделали. Первое, вот этот вот, иди чистик, он сделан. Если у многих производителей чистик вот так вот, как лопатка такая плотно стоит, мы сделали под очень острым углом, это первое. И мы сделали, можно сказать, на восходящей траектории. Что это такое? То есть если у вас вот здесь будет чистик, что он будет частично срезать грязь. Ну то, что налипло, да. Вот, а оно будет, эта грязь падает прям так же ж на вот это вот. Здесь же и оставаться, по сути. На это колесо, вот. И, соответственно, опять подталкиваться к чистику и перегружать его. А здесь, вот видите, вот только на восходящей траектории. То есть все, что будет срезаться этим чистиком, оно будет падать. На землю. Да, оно не попадет на это колесо. Там стоит производительный чистик. Он что делает? Если он производительный, он активно срезает как раз прилипшую грязь. Соответственно, ей куда-то нужно деваться. Вот это вот решение, оно позволяет отводить срезанную вот эту грязь, оружие. Не забиваться. Наверное, одно из самых главных преимуществ этой машины, это работа во влажных условиях. Работа во влажных условиях, ну как, влажных условиях характеризуется чем? Тем, что у вас очень мягкая топкая почва, вот. И у вас очень много происходит, ну как сказать, налипания на элементы машины. И, соответственно, со временем элементы эти начинают забиваться, элементы секции непосредственно. И вот здесь вот мы очень долго работали. Первое, что мы сделали, то есть мы облегчили максимально эту секцию. То есть, да, это дисковая пропашная осеялка, но многие клиенты думают, что если дисковая, то она будет работать там по минимальной, по нулевой технологии. Нет, это дисковое орудие, которое будет работать, ну предназначенное для традиционной подготовки почвы. То есть, вот это вот как бы самое главное для себя нужно запомнить. Вот, и, соответственно, какие решения мы здесь применили? Первое, мы облегчили секцию. То есть, если так посмотреть в среднем по рынку, вот, усилок такого класса, масса вот всей секции 125-130 килограмм. Мы добились массы 93 килограмма. Ну, я могу так сказать, вот, да, масса небольшая, но это не в ущерб прочности конструкции. Утяжеление конструкции от чего идет? От дополнительных сварочных швов. И мы вот для себя приняли решение, что мы сделаем секцию с минимумом сварочных швов. Как бы все элементы должны быть максимально цельными. Вот, и за счет этого мы снизили очень сильно массу. По производительности, что машина? По производительности, я вам так скажу, что все зависит от того, как быстро вы будете решать логистические задачи. То есть, это заправка селки. Соответственно... Заправка или загрузка? Ну, загрузка селки, да. Соответственно, если мы посмотрим вот на эту машину, бункера для семян по 52 литра. Если мы рассматриваем в разрезе посева кукурузы, допустим, это две посевные единицы на одну банку. То есть, понимаем, да, если у нас 8 рядов, по две посевные единицы, это раз 16 гектар, мы должны заправить эту селку. Обратите внимание, здесь достаточно, ну, как сказать, достаточно невысокая... Загрузка. Да, загрузка. То есть, что представляет из себя загрузка кукурузой? То есть, кукурузные посевные единицы, они идут в мешках. И механизатор или загрузчик должен в каждую банку высыпать по два мешка. То есть, ему что нужно сделать? Поднять. Опуститься, вот, разрезать этот мешок и сделать просыпание мешка. Мешок нелегкий. То есть, если, ну, одна посевная единица весит, там, от 16 до 22 килограмм. Вот. Соответственно, понимаете, да, 8 рядов, это 16 раз человек должен опуститься, подняться, как бы. Это достаточно, ну, последние ряды он уже будет испытывать... Напряжение. Напряжение, да, усталость. Вот, а если это механизатор, то, представьте, да, он сидел за рулем трактора, у него и так спина устала, как бы, ему еще нужно выходить, все эти операции выполнять. Соответственно, но, можно сказать, у нас в классе, наверное, самая низкая высота погрузки семян. Вот. И второе решение. Мы долго работали над этим вопросом, вот. Но, у нас основная емкость биг-бега удобрений, ну, наших аграриев, это 900 литров, вот. И, соответственно, мы приняли решение ставить бункер под удобрение 950 литров. Соответственно, это что? Это у вас биг-бег, вот. И небольшой остаток для чего? Для того, когда у вас удобрения закончились, вы еще можете досеять, там вернуться, как бы, когда у вас заканчивается удобрение, и уже заполнить полностью бункер. То есть, кратно одному биг-бегу, это очень, ну, это колоссально ускоряет загрузку. То есть, вы не ведрами грузите маленькие банки под удобрение, а у вас погрузчик подъезжает с одним биг-бегом, вот. Механизатор или, там, помощник механизатора просто разрезает этот биг-бег и высыпает. Весь объем этого биг-бега моментально высыпается в бункер удобрений, и фактически ваша сеялка уже готова заново сеять. То есть, вот этот вот самый основной, ну, при посеве, на самом деле, основная потеря производительности, это как раз на остановках на загрузку сеялки. То есть, с линейной скоростью машины, многие там заявляют, говорят, что у нас очень большая скорость посева, но если посмотреть на, допустим, на конструкцию этих селок, да. То есть, здесь это оптимально под биг-беги. Скажите, пожалуйста, что касается точности высева? Сейчас этот вопрос очень, скажем так, тонким является. Вот что с точностью? Вы знаете, компания Кун, это один из старейших производителей селок точного высева. И, соответственно, технологии, вот, и точность у нас отработаны от и до. Годами. Да. Первое, что мы, внимание, чему уделяем, это расстановки семян. То есть, расстановка семян задается чем? Задается равномерным вращением высевающего диска. Вот. И я могу так сказать, что это вращение должно не только равномерным, но и достаточно медленным. Почему? Потому что, когда у вас происходит сброс семян, семена должны сбрасываться с минимальной инерцией, чтобы не было удара, и по направляющей она не прыгала, а как вот ребенок с горки, раз, и скатывалась. Вот. Тогда это семя упадет в семенное лужи, вот, и оно при падении не будет смещаться никуда. Вот. И его закроют задние колеса. И тут ситуация такая, что у нас диаметр диска 260 миллиметров. Соответственно, это самый большой диск вообще, который, допустим, есть на сегодняшний момент вот среди одноклассников этой машины. За счет как раз большого диаметра диска мы обеспечиваем, что низкую угловую скорость, низкая угловая скорость, вы понимаете, да, чем больше диаметр, тем ниже угловая скорость. Соответственно, за счет этого инерция сброса семян понижена, и семена очень равномерно распределяются. Это первое. Второе, о точности, когда мы говорим, мы говорим о точности чего? Глубины. Потому что дружность всходов, она как раз характеризуется точностью глубины. Окружность касается поверхности всего в одной точке. Как раз точки, которые проходят перпендикулярно поверхности через центр окружности. Соответственно, вот в эту точку мы как раз поместили падение семени. И мы понимаем, да, относительно вот этой точки окружности у вас идет максимальное копирование глубины. Для обеспечения твердого посевного ложа, вот именно, вы понимаете, да, двухдисковый сошник, когда он прорезает поверхность, что происходит? У него вот это вот нижнее дно, получается, борозды, оно не усилено. И бывает такая картина, когда у вас резко припечет солнце, и смотрите, вдоль ряда начинает раскрываться, как раз ряд начинает раскрываться. И вы прям видите семена, и солнце там на них влетает уже на проросшие семена, и получаете, ну, как бы, большие потери. У нас между двумя, как раз между этими двумя дисками установлен небольшой анкер. Что он делает? Он как раз, вот как раз уплотняет дно борозды, и за счет вот этого уплотнения у вас уже борозда, она становится очень такой, ну... Сформированной, фактически. Она устойчивая, очень. Ее тяжело, даже вот как раз перепад температур, сильное солнце, оно не позволяет, допустим, борозде раскрыться. И, соответственно, семена у вас имеют очень хороший контакт с почвой, вот, и они прекрасно прорастают. Еще один задам вопрос. Что касается расходных материалов по сиелке? Основной расходный материал вообще на пропашных сиелках – это высевающие диски. Почему? Я объясню. Здесь происходит очень простая вещь. То есть у вас присасывание семян происходит за счет вакуума. Соответственно, вакуум – это что? Это разряжение, правильно? Вот. И, соответственно, разряжение – это что? Во время сева, когда по полю сошник идет, что? Создается пыль. И как раз пыль начинает попадать вместе с семенами на диск, вот, и начинает истирать диск. Вот иногда смотришь, как бы, на диски, получается, по окружности такие дорожки проходят. Со временем эти дорожки становятся глубже, 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 и уже вакуум теряется. Вот. И, соответственно, уже, ну, когда у вас, допустим, секция попадает на какую-то неровность, какой-то… Толчок. Толчок. И происходит самопроизвольный сброс. То есть, не там, где отсекатель работает, а просто семена сбрасываются. И, соответственно, что у вас получается? Ну, сточность у вас появляются, так называемые, двойники. То есть, семена падают, иногда и тройники. В хозяйствах просто увеличивают вакуум и считают, что чем сильнее вакуум будет, тем будет лучше. На самом деле, в таблицах настройки всегда дан рекомендованы, рекомендованы, знаете, значения вакуума. У нас там впереди стоит вакууметр, все по нему видно, то есть, можно отрегулировать как раз вакуум, шиберный заслон есть на вакуумной турбине. Отчего происходит вот эта вот проблема вот именно конструктивно? Многие производители, они, как вот здесь вот видите, вакуумная турбина, вот она там находится. Они что делают? Вот эти вот шланги, которые именно создают вакуум уже непосредственно в высевающем аппарате, они вот прямо идут в вакуумную турбину. И что происходит? То есть, у вас получается такая достаточно интересная картина. То есть, вот эти шланги, они все имеют различную длину. Ну, а мы понимаем, да, если они различной длины, шланги, то есть, вакуум получается неравномерный. То есть, те секции, которые находятся максимально близко к турбине, где самые короткие как раз вот эти вот шланги, здесь идет максимальный вакуум. А на крайних секциях вакуум уже гораздо меньше. То есть, и в хозяйствах что делают? Они стараются накрутить вакуум посильнее, чтобы не было вот этого непроизвольного сброса семян на крайних секциях. Ну, а здесь вот, на вот этих вот секциях, у вас получается... А здесь вот вакуумный ресивер, то есть, вакуумный ресивер, то есть, трубу прямоугольного сечения, вот. Из этой трубы уже вот они выходят. Вы обратите внимание, здесь заглушенные отверстия, то есть, под 12, то есть, этот вакуумный ресивер применяется и на 8, и на 12-рядных сейлках. Он унифицирован. Ну, соответственно, одинаковая длина у нас получается. Да, одинаковая длина как раз вот этих шлангов, она обеспечивает как раз равномерный вакуум. И, соответственно, истирание тех же дисков становится ниже. Все диски, они истираются равномерно. Соответственно, ну, с оптимальным вакуумом и равномерное истирание дисков происходит. Да, ну, как бы от закона физики вы никуда не уйдете. То есть, со временем вам все равно придется поменять эти диски. Но с нашим решением вам придется менять диски гораздо реже. У меня вопрос вот какого порядка. Данную сейлку может позволить себе, в принципе, любое хозяйство. Ну, так, средней величины, скажем так. Ну, я вам так скажу, что, в принципе, на сегодняшний момент, вот, если брать хозяйство, там, центрального Черноземья или юга России, я могу так сказать, что уже фермер, имеющий, там, 500-600 гектар, может спокойно взять такую машину. Василий, спасибо вам огромное за такой подробный обзор. Уважаемые зрители, ждем ваших комментариев, непременно ждем ваших вопросов. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. И до скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok